здравствуйте друзья у нас вечерний вопрос сам я уже больше года работаю удаленно программистом живу в провинции на дальнем востоке поэтому и работа удаленная больше шансов найти московского работодателя чем местного сейчас у меня настала пора искать новую работу искал работу php программиста но на днях подвернулась вакансия одной местной фирмы которая очевидно в кооперации с местным техническим университетом организовала лабораторию робототехники и они приглашают работать у них на повременные ставки все это осложняется тем что я собрался мигрирует сша вот и где-то через год искать работодателя по h1b вот я и думаю с одной стороны стройная карьера в веб-разработке где весь опыт релевантен запросах самые распространенные сферы программирования веб-разработки с другой стороны опыт работы в робототехнике который даже совпадает с моим хобби но неизвестно как опыт работы над роботами в далекой дальневосточной организации будет цениться день в сша так чтоб на меня даже оформили бы визу с одной стороны мечта о работе хобби с другой стороны неопределенные перспективы на будущее михаил может я конечно слишком нервный и потом попрограммировав роботов на питоне и и си пласт пласт я смогу уехать как программист другой области не связаны непосредственно с робототехникой вопрос такой да попрограммировав роботов на питоне си пласт пас смогу ли я другие приложения какие-то писать например тем же веб-разработчиком или может быть американским робототехническим лабораториям и фирмам нужны не только робототехники из мать и и марный марнеги мэлонов карнеги ладно хотелось бы услышать вашу оценку моих планов по поводу новой работы окей ну давайте поговорим тут возраст есть у нее нет возраста нет образования нет да ну хорошо давайте ну что друзья сказать я конечно каждый раз когда вот эти вопросы приходят и я каждый раз думаю ну что же вот так человек если уже вопрос задает но сказал бы что-то существенное что важно для ответа на вопрос вот например мы не знаем какое у него образование и я я не могу даже как бы приблизительно оценить на каковы у него шансы там скажем на получение рабочей визы уже неважно там веб-девелоперам или по роботам но но вообще не знаю что у него за образование первое второе специфически если мы говорим про роботов про роботы робот программируем не робот значит то это как бы не совсем такая софтверная задача да то есть все таки нет нет безусловно там есть там есть чисто софтверные компоненты вы можете не знать особо ничего а как бы механической части или об электронике и вообще так вот там как бы сформулировали вы как бы пишет но но вообще говоря что сказать люди которые роботов делают и софтвер и хардвер там и так далее обычно это люди с образованием не чисто софтверным а все-таки робототехника это как бы отдельная такая специальность она на стыке разных областей и в общем это довольно серьезная штука поэтому что тут сказать если мы сравниваем с точки зрения этого американского работодателя то тут получается такая история что даже его опыт удаленные работы на проектах потом в программирование это не то же самое что опыт работы в компании вот когда ты работаешь компании и у тебя там идет там в программирование потому что одно дело ты сам сидишь а другое дело ты в команде работаешь и ну как бы и уровень задач сказывается на многое влияет то что работа у тебя удаленная поэтому если он никогда не работал в команде в нормальной такой обстановке в офисной вот особенно там на какой-нибудь зарубежном проекте так далее то я не знаю сколько лет нужно вот этим заниматься чтобы начать представлять какой-то такой интерес для американского работодателя который вот там может быть хотел кого-то привести на в программирование я я совершенно не представляю это это как бы такая не не прямолинейная картинка так так скажем то есть повезет даже читаю один вариант там обычно значит другой вариант не повезет совсем плохо поэтому здесь гораздо больше успех зависит от везения то есть вдруг кто-то не обратит внимание должно повезти потому что на самом деле разница есть то есть одно дело опытный человек матерый который там 10 лет проработала и потом ушел на фриланс это одна история но человек который никогда не работал в команде там не 10 не даже год и сразу пошел на фриланс это совсем другое дело поэтому я думаю что ситуация довольно сложная непростая но вот что касается роботов давайте будем сравнивать значит с роботами или его с роботами или с веб-девелопментом значит я подозреваю точно не знаю так как бы моя такая спекулятивная такая мысль человека который сам из электрико инжиниринг и может быть даже ближе к роботам чем допустим там приложением к разработке имеют вот но приложение таких обычных пользовательских но я подозреваю что требования к человеку который программе от роботов это не просто вот допустим он там байтон знает или там сикла спас а все-таки он еще что-то в роботах тоже петрит вот история какая и может быть даже образование какой-то такой имеет более специфическое либо конкретно по робототехнике либо в электрико инжиниринг например а может быть кто знает может быть и в микки никол инжиниринг то есть у меня есть такое подозрение но но нет уверенности поэтому я чтобы я сделал если у меня вопрос такой стал я бы пошел почитал объявления о найме людей которые работают в этой области например так и посмотрел бы какие к ним требования в частности по образованию я бы не стал смотреть там рабочие визы не рабочие просто вот то что на американском рынке хотят а то вот этих самых людей и тогда бы может быть картинка стал бы намного более ясно если вдруг выяснится что ну просто программирует там на пальто не все ну и ты хочу нормально что касается вообще рынка робототехники это рынок растущий это рынок такой высокотехнологичный и там хороший спрос на людей и если чек 10 на специалист ну специалист но вот не то что он там год там я не знаю я бы не сказал что специалист если он год удаленно что-то делал но если он реально разбирается в чем-то то ему легко сделают эту рабочую визу как бы им проще сделать рабочую визу потому чем скажем софтверной компании просто на софтверную позицию там есть очень-очень много желающих а на эту много желающих нет и компетентных людей особо нет потом значит вот там был аспект этого вопроса состоящего в том что вот что если я там был владивостоке летом на дальнем востоке вот я работаю в какой-то такой конторе насколько эта контора занимается разработкой переносимой с точки зрения навыков да в условиях соединенных штатов это нужно очень хорошо понимать как это работает сша это нужно очень хорошо понимать как эта конкретная компания работает и насколько вообще это похоже пайдона и пайдон там среда в которой вы пишете носов там не бигдил там какая среда но не важно но там пайчарм это пайчарм там я не знаю там но да то есть как бы легко легко переносится практически все навыки переносимые то что называется танцера был скилз вот а здесь так откуда же мы знаем разве я могу со стороны сказать чем как бы занимается эта фирма на дальнем востоке и насколько она вообще соответствует тому классу который принят там соединенных штатов или да или нет но ну правда но вот любой чек на моем месте так скажет то есть я могу выразить сомнение да я могу сказать сомнительно чтобы эта фирма работала также как в сша просто потому что например кто у них клиентура кто покупает там их робототехнику или что они там разрабатывают и ну вот ну вот кто я например никогда не слышал о каких-то роботах современных роботах которые поставлялись там из российской федерации но я не специалист может быть они есть а я просто не знаю я помню что делались роботы я я вот лично там как бы сбоку там стоял вот на заводе красные пролетарии я недавно рассказывал там делали роботов там делались танки с числовым программным управлением были какие-то но я не знаю что произошло за эти там 26 лет 27 лет может быть они уже просто давно перестали их делать начали покупать зарубежные может дешевле так что что тут сказать но но это вопрос который легко на самом деле легко исследуется и расследуется наш пошел посмотрел там какие job description какие инструменты используют на каких языках там какие не знаю там дополнительные вещи присутствуют и можно с этой компании местной которая вот там робототехникой занимается можно у них это дело поспрашивать а ни на чем вот собственно и все то есть скажем так давайте я заключение такое сделаю что я считаю что если человек робототехникой занимается то ему проще будет мое мнение такое ему будет проще переехать там из страны в страну но надо быть специалистом вот и над соответствует требованиям которые там есть и который может быть сложнее чем чем требования на там на программиста в том смысле что образование может быть вот или там количество лет опыта я могу сказать что вот смежная область то что называется электрик инжиниринг вот разработка там где разрабатывают чипы вот эти все эйсики я хочу сказать что очень консервативная область там людей с если у тебя нет не электрик инжиниринг то они очень удивятся но в крайнем случае там может быть какой-нибудь software инжиниринг но в общем-то это люди да ты должен быть с электрикой инжиниринг иначе ты просто ну как-то они не пойти откуда ты взялся зачем и количество лет опыта после которых тебя начинают считать приличным человеком там как бы серьезно там не не год не два там может быть и 5 и 7 там и 10 и так далее то есть там очень-очень серьезные вещи происходят поэтому если бы в этой области то я думаю что у вас не будет особых проблем я знаю здесь людей которые вот например из московского энергетического института там была у них кафедры что ли по эти части даже не знаю но вот я тут много видел с этой кафедры работали в местных организациях там где я когда-то делал курс по вере логу design verification такой была такая дисциплина была вот у нас были ребята вот наши соотечественники вот они из москвы с этого энергетического института они сработали у меня там ставили этот курс поэтому есть есть люди да но надо быть специалистом я поэтому немножко напрягаюсь отвечая на этот вопрос потому что человек у меня один год тут я планирую в течение года двух уехать это что у него там будет ну два-три то есть даже если это было два-три года но вот в реально таких скажем условиях офисные работы ну скажем москве бы он работал и в питере там в офисе зарубежной компании и проработал бы там те же три года ну наверное он бы уже приближался вот к этому уровню когда вот можно сказать ну поехали или там по h1b или по визе l его переведут и так далее вот я для такой мог бы себе представить хотя я гораздо лучше бы это представил если бы не было 57 лет 8 10 и тогда а с двумя-тремя даже офисными я с трудом вижу с двумя-тремя удаленными и еще менее вероятно мне это все кажется но еще раз мое субъективное мнение в меня спросили значит вот я для так вижу а может быть я и сильно не прав так тоже возможно вполне ладно пожелаем парню удачи и чтоб все у него получилось не обязательно через год и через два но в конце концов нужно чтобы получилось вот в разумные сроки и так далее счастливо